Привет! Сегодня я хотел бы с вами поговорить про программирование как профессию и про то, как это можно масштабировать. У меня по ночам иногда бывают странные мысли, и одна из таких мыслей у меня была, я не хочу работать программистом, я не хочу зарабатывать программированием. Эта мысль у меня родилась после того, как я посмотрел одно видео. В общем, парень рассказывал, что он совсем не был программистом, потом он как-то там встретился с программистами, ему это очень понравилось, он научился программировать, вышел на биржу ОТЭСК, там некоторое время работал, потом придумал, что лучше быть агентством, собрал других программистов и в общем, теперь он управляет агентством, живет где хочет и все замечательно. И это совсем не то, что мне хочется, чем бы мне хотелось заниматься, то есть быть агентством мне абсолютно не хочется, я уже как-то пробовал, я знаю, что в этом не так много денег, то есть есть, конечно, довольно успешное агентство, но это тот еще бизнес, то есть это совсем не лайфстайл бизнес, как на мой взгляд. Вот. И это меня натолкнуло на идею об этом видео, то есть какие есть возможности, если ты программист, то есть я довольно часто сейчас встречаюсь с заблуждением, что программирование это и программист это очень высокооплачиваемая профессия, это очень здорово, креативно, творческая профессия и все тому подобные заблуждения. Конечно, программирование сейчас оплачивается довольно хорошо, но это зависит от навыков, то есть это не так, что вот вы за два месяца окончили какие-то курсы и уже у вас зарплата больше, чем, я не знаю, там у врача, если вы в Европе, например. Такого быть вообще не может, то есть программист, зарплата будет, если мы говорим про Европу, про среднего программиста, зарплата будет выше средней зарплаты, я не знаю, мужчины в Европе, но это будет не какие-то там, но это будет не выше, чем у врача того же самого опыта, например. Вот, то есть это сразу, чтобы убрать со стола этот вопрос о том, что программисты зарабатывают очень много, это не так, то есть единицы программистов зарабатывают очень много и сейчас мы про это поговорим. Ну да, давайте начнем с того, что очень модно становиться фрилансерами, быть фрилансерами и считается, что вы как программист, если вы фрилансер, вы можете работать где угодно, работать сколько угодно и зарабатывать очень много. Это, можно сказать, три мифа фриланса, то есть, конечно, то есть есть доля правды везде и доля выдумки, то есть доля правды в том, что можно работать практически где угодно, если у вас есть хороший интернет, если у вас есть хорошие условия для работы, потому что работать на пляже не получится, очень жарко, солнце будет слепить, и вы просто ничего не увидите, плюс ко всему не на всех пляжах есть высокоскоростной вайфай, потом, опять-таки, где угодно, это зависит от часового пояса, если у вас, вам повезло, скажем так, с заказчиком и работа у вас асинхронная, то можно действительно работать, когда заказчик спит, спать, когда заказчик проверяет то, что вы сделали за день, но если вам не повезло, то придется все равно искать какое-то время, пересекаться с заказчиком, обсуждать какие-то вещи по скайпу или как-то в чате, как угодно, но в режиме онлайн. Работать сколько угодно. Работать сколько угодно на фрилансе обычно означает работать больше, чем ты бы работал на каком-то другом месте. Третье заблуждение во фрилансе, что во фрилансе ты зарабатываешь больше, чем в какой-либо компании, это, конечно, правда, то есть это правда, только если у тебя очень большой подчасовая ставка и ты много работаешь, то есть, ну и опять же, ты не зарабатываешь, когда ты не работаешь, как только ты выключаешь таймер, все, ты не работаешь. Скорее всего, если ты фрилансер, тебе никто никогда не предложит stock options, то есть тебе никто не предложит акции и долю в компании, потому что ты контрактник, ты на почасовой ставке. И даже если вспомнить историю фирмы Apple, когда они, я не помню, что там произошло, но то ли они получили инвестиции, то ли они продали часть компаний, Стив Джобс не выплачивал контракторам никаких денег. То есть это, конечно, с его стороны, возможно, было там низко или подло, но человек был на контракте, он не был в штате и этот человек не получил акции. То есть вы можете почитать биографию Джобса и найти этот факт. В общем, фриланс это такая штука, которую нужно еще научиться балансировать. У меня не получилось балансировать фриланс. У меня есть знакомые, которые работают сильно меньше, у них довольно повышенная, скажем так, среднего уровня по больнице ставка почасовая. То есть это им позволяет зарабатывать какие-то существенные деньги, не вкладывая много часов в работу и уделяя это время другим проектам, которые им интересны. То есть это тоже может быть один из возможных путей развития фриланса, который надо еще тоже заработать, скажем так. То есть просто высокую почасовую ставку, просто так придя свежим игроком на ОДЭСК, на тот же, никто вам, в общем, платить не будет. То есть нужно что-то из себя представлять, иметь какие-то проекты и просто быть, скажем так, проверенным, хорошим профессионалом. Вот. Это фриланс. То есть дальше, о чем можно поговорить, это работа, скажем так, в компании, в большой компании. И в большой компании работа программиста похожа больше всего на работу любого другого человека, любой другой профессии. То есть люди приходят в 9, уходят в 6, там, сейчас на обед, их вообще не парят, что там происходит, что будет дальше с компанией, там, не знаю, горят сроки, не горят сроки. То есть программист работает так же, как работал бы, я не знаю, какой, любой другой клерк или, как это называют в России, там, офис-менеджер. То есть просто любой офисный сотрудник. С той лишь разницей, что эти люди пишут, там, программный код, а другие работники делают какие-то другие дела. Я поработал в такой компании и, скажем так, очень здорово, очень клевая атмосфера, все расслаблено, никто там тебя не гоняет, никто из тебя ничего не требует, но очень быстро наступает стагнация. И ты, мне кажется, в какой-то момент даже там перестаешь развиваться как специалист, потому что задания однотипные, одинаковые и, в общем, никаких особых челленджей и как-то даже расти больше особо там, ну, некуда. Еще одно из возможных мест для работы программиста – это стартап. И стартап – это совершенно другая штука, которую, я не знаю, сбалансировать вообще никак невозможно, ну и это лотерея. То есть, в стартапе, стартап стоит выбирать, я не знаю, как там, свою вторую половину, а то и еще внимательней, то есть, потому что стартап, скорее всего, будет требовать от вас какое-то повышенное внимание, будет требовать гораздо больше часов работы, я не знаю, будет требовать абсолютно других ресурсов, то есть, не только как там хорошего программиста. Но, опять же, стартап – это одна из тех возможностей быстро разбогатеть, скажем так. И это как раз тот самый вид деятельности программиста, который и порождает те самые мифы, что программисты зарабатывают очень много денег. То есть, программисты, которые угадали со стартапом и вошли в этот стартап на раннем этапе, они, да, заработали очень много денег. Но, опять-таки, какой ценой это далось? Скорее всего, это были бессонные ночи и гораздо больше часов работы и, ну, я не знаю, какие-то креативные решения. И в подорванное здоровье, так или иначе. Вот. И тут стоит заметить, что некоторые компании, обычно это маленькие компании, которые не дают никаких акций, которые не стартапы, которые, скорее всего, какие-нибудь агентства, которые просто перепродают вашу рабочую силу кому-то там, находя какие-то проекты, иногда требуют того же самого от своих сотрудников. То есть, они требуют, чтобы вы работали больше, ну, или подразумевают, или там, ребята у нас горят сроки, надо, не знаю, работать на выходных. Но вы работаете только за зарплату, максимум вам дают премию. Вот. И это, скажем так, одна из тех патагонок, ну, куда вообще не стоит идти работать. То есть, если вы не участвуете в распределении дохода компании, кроме как зарплата и премия, то все переработки, это только во вред. Это какая-то сиюсекундная, не знаю, сиюсекундный заработок, когда вам в конце месяца дадут, я не знаю, на 200 долларов больше, чем вы зарабатываете. И на этом как бы все. То есть, понятное дело, что все остальные менеджеры, возможно, получат какие-то другие бонусы, владелец компании получит завершенный проект, вы не получите ничего, кроме подорванного здоровья. То есть, это один из тех моментов, про которые стоит подумать, когда вы идете работать. И если выбирать, я бы выбрал компанию покрупнее, где, скажем так, никто вас с этим не парит и относятся к вам как к работнику обычному, а не как к программисту с горящими глазами, который, конечно же, должен еще работать по вечерам, потому что это ведь вам интересно. Я могу сказать, что я поработал, наверное, во всех ситуациях. То есть, я начал работать в маленькой компании, когда там было три программиста, один дизайнер и два директора. Такая полуагентство, полупродуктовая компания, которая занималась какими-то своими проектами. Потом я пробовал делать свое агентство, которое тоже там как-то выживало на разработке, не знаю, сайтов и пробовало делать какие-то свои проекты, которые теоретически должны были окупаться с рекламой. Потом я работал довольно значительную часть на фрилансе. Я работал в компании, которая, большая компания, как я уже сказал, в которой можно загнуться как специалисту. И сейчас я работаю в стартапе. Да, и еще, кроме того, я успел поработать в, скажем так, IT-подразделении, не софтверной компании. Это наиболее такой интересный и опасный, не знаю, зверь во всем этом стаде, потому что обычно в таких компаниях, но преимущество бывает в том, что денег у компаний очень много, они, допустим, не знают вообще, чем должен заниматься IT-отдел, они просто вбухивают деньги, и там можно очень хорошо оторваться по всяким эвристическим технологиям, типа Хаскеля и тому подобных вещах, потому что особо нет никого, кто бы вас там ограничивал. Но, опять-таки, так как заработок компании напрямую не зависит от IT-отдела, то и отношение к IT-отделу очень такое... Никто не понимает, чем кто там занимается, и, ну, в общем, со всеми вытекающими. Это так, это очень такой лотерея. То есть можно угадать и, получая зарплату, заниматься просто там, скажем так, хобби, изучая различные языки программирования, а можно попасть просто, я не знаю, в такой ад, что работать там будет неприятно. Но я надеюсь, что я как-то так сумбурно у меня получилось это все описать. В общем, я к тому, что существует такое мнение, что вообще во всех вот этих вот... Неважно где ты, если ты программист, то ты обязательно зарабатываешь много денег, и ты вообще там такой любимчик судьбы и поймал удачу за хвост. Это не так абсолютно. То есть во всех развитых странах программист это просто, ну, чуть выше среднего заработок. Если программист с головой, то, конечно же, есть возможность, и, наверное, вот это вот создает те самые мифы, есть возможность найти какой-то стартап, угадать со стартапом, и заработать денег на разделении дохода компании, или стартануть какую-то свою компанию. Но это уже из разряда бизнеса, и здесь на самом деле я вот просто смотрю на людей, которые этим занимаются, которые даже программировали. Они, возможно, не такие замечательные программисты, они больше все-таки бизнесмены. И там, ну, скажем так, это уже совсем другая история. То есть бизнесмены зарабатывают гораздо больше, чем программисты. Если вы хотите много денег, то не стоит становиться программистом, стоит становиться бизнесменом в любой области. Спасибо, что смотрите. Пока-пока.